В понедельник, 24 июня в открытой студии, впервые в истории Новой России, журналисты государственного СМИ бросили вызов чиновникам. В Свердловской области сотрудники главной газеты региона отказываются быть мальчиками и девочками на побегушках у представителей власти. Чувство собственного достоинства против лизоблюдства. Какую сторону займет в этой истории суд? Гость главный редактор Свердловской областной газеты Дмитрий Полянин. Запоминай в понедельник в 16.00 по Москве или в 18.00 по Екатеринбургу. Прямой эфир открытой студии. Я буду тебя там ждать. Увидимся. О, храм Святой Екатерины оценили ущерб, нанесенный их фирме во время майских протестов в уральской столице. Тогда митингующие сломали металлическое ограждение. Напомню, установленное на месте предполагаемого строительства храма в городском сквере. Прошел месяц, посчитали святые отцы сумму убытков, озвучили, внимание, в 923 тысячи рублей. Им тот забор обошелся, оказывается, теперь, господа, хотят получить компенсацию. Слушайте, а это точно служители Бога? Ведь одна из заповедей учит не укради, а тут 923 тысячи вот за этот забор. Он что, позолоченный? Не, ну давайте на пальцах. Даже ходить далеко не стану. В Яндекс.Маркет предлагаю залезть. Ну вот оно. Сварная панель Light, полимерное покрытие, ширина 2,5 метра, высота 2 с копейками, цена 1600 рублей за единицу. В Екатеринбурге уже при хорошем объеме доставка бесплатная. Ну а сейчас давайте калькулятор возьмем и просто посчитаем. 923 тысячи делим на 1600, 577 штук панелей. И вот теперь для чего я предложил посчитать-то число этих панелей? Каждая из них шириной 2,5 метра. Помним, умножайте на 577, полтора километра забора получается. Полтора километра. Ребята шутят. Где там в этом сквере полтора километра вообще найти можно? Чтобы вы понимали. Периметр футбольного поля это 350 метров всего. Они хотят сказать, что площадь пяти футбольных полей огородили. Слушайте, ну если уже священники так врут в попытке бабла поиметь, что это за церковь такая? Какому богу они служат? Стесняюсь спросить. Ну а мы начинаем. А из шиевцев канун прямой линии с президентом в срочном порядке вывезли всю строительную технику. Дуболом и чоповцы тоже куда-то исчезли. И вот только не радуйтесь. Особенно это не победа. И сейчас объясню почему. Одна из причин, как я уже отметил выше, действительно. Запланированная прямая линия с главным. И важнейшей задачей этого мероприятия нынче является поднять стремительно падающий рейтинг Путина. Ну или хотя бы остановить это падение. А тут кипиш на севере страны, который уже давно вышел за пределы отдельно взятой Архангельской области. Но оно вряд ли сработает в плюс. К тому же риторика здорово изменилась. Это не прошлогодний Владимир Владимирович. Поможите на коленях, просим. Люди конкретный ультиматум предъявляют. Президент Российской Федерации. Мы находимся в поселке Урдама Ленского района Архангельской области. В 30 километрах от железнодорожной станции ШИС. К вам обращаются жители двух регионов Архангельской области и Республики Коми. Мы, простые жители русского севера, уже достаточно и понятно сказали не быть русскому северу помойкой. Мы не хотим, чтобы наш зеленый регион имел метку российской свалки. И не позволим его загадить. Впрочем, дело не только в прямой линии. Она все равно закончится. И главарю снова можно будет делать вид, мол, а я тут ни при чем. А мне вообще никто ничего не докладывает. И вот причина номер два. Она гораздо более убедительна. Ребят, свалка под Архангельском это серьезный бизнес для очень серьезных людей. Там речь об огромных деньгах идет. Под эту аферу через Думу и правительство уже протащили целую мусорную реформу. Кучу лоббистов купили. Миллиарды кто-то забашлял. Этот кто-то теперь отступится, вы думаете? Наверное, вот вы мне сейчас скажете, а что мешает этому кому-то по-настоящему переработкой мусора заняться? В теории ничего. На практике их-то такая головная боль. Это же нужно построить мусороперерабатывающий завод. Да не один, то есть снова потратится. Затем завод ведь не в деньги сразу мусор станет перерабатывать, а в какой-то товар. Товар нужно продать. Для этих целей создать торговый дом, нанять людей, платить им зарплату, налоги государству, прочие поборы. Не из всякого мусора. К тому же можно тот или иной товар делать. Значит, снова придумывать, во что еще это гэ. Возможно переработать. Ребят, это геморрой. Сплошные траты, и бог знает, когда все это окупится. Но очевидно же, что не согласятся заинтересованные лица на подобный сценарий. Для них приемлемый вариант только один. Вывалили в тундру и чихать. Они все равно в этой стране жить не собираются. Зато бабки. Уже завтра на кармане. Поэтому, правда, проще роту генералов и чиновников купить, чтобы решили проблему силовым методом. Ну а падальщики Киселев с Соловьевым за умеренную мзду что-нибудь народу в уши наплюют в первый раз, что ли? Это реальная журналистика, сказочная, прямая линия в сказочной стране, темах сегодняшнего выпуска. Поехали! Еще один финт ушами от кремлевских политтехнологов в канун главного события года. Конечно же, скандал вокруг Голунова, который затмил собой все остальные новости. И благополучный хэппи-энд вокруг этой истории. Даже пропагандисты в ней приняли активное участие и возмущались. Да где же демократия-то? Да где же справедливость? Где же такое видано, что вы полицейские в России? Честным журналистам наркотики подбрасывали по всем каналам. Шквал негодования. Кулаком по столу стучали даже законченные шкуры. Апофеозом был митинг 16 июня в центре Москвы, который власти согласовали вообще в два счета. Закон и справедливость для всех под таким названием в Москве прошел митинг в защиту свободы слова, организованный союзами журналистов Москвы и России. По оценкам МВД, в нем приняли участие около 1600 человек. Поводом для митинга стало дело журналист-расследователя Ивана Голунова. Ну а сегодня на акции вспомнили и журналисты Кирилла Вышинского, находящегося под арестом на Украине главу портала РИА Новости Украины. Конечно, надо сказать и о том, что изначально вся эта история не планировалась как что-то срежиссированное. Тут просто одно на другое наложилось. Когда заказали этого журналиста, никто ведь не ожидал, что поднимется большая шумиха. Но она поднялась и выросла в мощный протест. Кремлевские политтехнологи решили этим воспользоваться. Помните, как в комедии «День выборов», когда на винзаводе в портвейн по ошибке зелёный краситель бросили? С новым губернатором всё в новом цвете. Да, да. И назовём портвейн зелёный, Игорь Владимирович. И на этикетку с вашим портвейном повесим фотографию нашего кандидата. Здесь, я так понимаю, случилось то же самое. Создалась определённая неприятная ситуация. Ребята со старой площади сказали, опа, давайте спасём этого Голунова. Ну а то, что нескольких своих же шестёрок из МВД подставим, тю, так это даже хорошо. Народ ненавидит полицию, а нам лайки злодеев-коррупционеров разоблачили. Ведь справедливость-то восторжествовала. Какие мы все молодцы! Вообще, своевременное разоблачение злодеев-коррупционеров – это фишка отрядов Кириенко. Обратите внимание, самые громкие задержания в нашей стране всегда происходят в очень нужный момент. Перед выборами, например, или когда под главным кресло шататься начинает, так было с делом Сердюкова. Давайте вспомним на фоне болотных протестов, ведь всё произошло. Кировского губернатора Белых арестовали перед выборами в Госдуму в 16-м, а министра Улюкаева свели, как только стало известно, что Путин пойдёт на четвёртый срок, народ тогда ещё ворчать начал, ну и так далее. Время идёт, а приёмчики Кириенковских вообще не меняются. Страна на пороге очередного шухера, главному при этом нужно о каких-то прорывах вещать, и о чудо! В Ростовской области на воровстве попадается вице-губернатор Седаш. Вот кадры обысков говорящие, кадры классные. В общей сложности у чиновника изъяли 186 килограммов денег, коллекцию дорогих швейцарских часов и других ценностей, что впору тоже килограммами мерить. Господа, вы только задумайтесь, в какой прекрасной стране мы живём. У нас изъяты у воров деньги и ценности уже не по номиналу считают, а по весу 186 килограммов денег, это там несколько килограммов элитных часов в блеск. А самое-то главное, никто ведь в администрации губернатора Ростовской области и не подозревал даже, какой упырь сидит в соседнем кабинете. Ой, ладно, закругляться будем, но главное, что национальному лидеру теперь есть чем похвастаться перед нацией. Ну а мы живём дальше, продолжаем слушать сказки и ждём свежих мультиков. Всё. Это была реальная журналистика. Дальше сами всё знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. Заходите, просвещайтесь. Подписывайтесь в соцсетях. Тоже жду. В друзья добавляйте. Темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Ребята, приехала в зал, хочу вам показать обычную московскую парковку. Вот, например, Макларен 720 за 40 миллионов. Роллс-Ройс за 48 миллионов. Вот под тентом стоит Ламборгини, Авинтадор, судя по всему. Два Поршака. Вот там Бентли вдалеке. Фурус стоит за 20 миллионов. На одной парковке бюджет Сызрани какой-то годовой. Вот Феррари, 488-я, Спайдер. А я за Шабудинова, 25 миллионов. Вот Бентли.